Добрый день, дорогие товарищи! И сегодня я хочу поговорить о том, как звезды перестали уважать своих зрителей и творят на сцене то, что хотят. Все, наверное, слышали о недавнем выступлении глюкозы в Красноярске, где она выступала в неадекватном состоянии. Ещё! 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 Сегодня до конца. Ой! Ой! Ну, поехали! И за это выступление организаторы заплатили ей 5,5 миллионов рублей. Вообще непонятно за что, потому что петь она толком не умеет. Самое интересное, что певица и не стесняется, указывая в своём райдере бутылку коньяка. С каких пор нашим звёздочкам стали разрешать на концертах принимать алкоголь? Смешно! Всё! Вы готовы просто сегодня оторваться? Как в последний раз? Поехали? Тебе за это платят огромные деньги, и ты не можешь потерпеть и не принимать свои странные вещества до выступления. Это не только неуважение, это просто какой-то беспредел, который творится. Смешно! Передясь! Давай, дядя! Поехали! Поехали! Ты сначала отработай перед людьми, а потом делай, что хочешь. Представьте, если бы какой-нибудь электрик пришёл пьяный и начал вам проводить проводку. Вы бы такого электрика больше не вызывали. Однако таких звёзд продолжают звать. Я считаю, что нужно отменять. Увидели один раз пьяного человека во время работы? Больше его к этой работе не подпускайте. Он не уважает никого, ни зрителей, ни организаторов. Он просто, я не знаю, просто обнаглел. И таких обнаглевших звёзд полно. Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура. Самое ужасное, что наказывают далеко не всех и продолжают звать их и платить им огромные деньги. Некоторые после скандалов ещё и увеличивают свой гонорар. В данном случае у глюкозы отнимут её псевдоним, и Фадеев запретит ей исполнять его песни. Я прибегала к каким-то наркотикам, для того, чтобы они усиливали чувства, усиливали эмоции. Мне тогда было 12 лет, и я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я вообще попробовала все наркотики, которые только существуют. И там же я попробовала портвень. По данному поводу уже высказалось огромное количество общественных деятелей, блогеров. Не высказалось, наверное, только Собчак. Ну, понятное дело, глюкоза её лучшая подружка. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Я считаю, что таких звёзд нужно отменять. Увидели один раз в алкогольном опьянении, и всё, до свидания, никаких тебе концертов, ничего. Это не уважение к зрителям. А те люди, которые продолжают ходить к пьющим звёздам, они просто себя не уважают. Ну, а в принципе, у меня всё. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылочку оставлю в описании. И пока-пока. Продолжение следует...